друзья приветствую вас это утренний выпуск анализ новостей основных индекс фьючерс на snp сегодня растет произошел скачок закрыли его цель который было ранее связано это с тем что идут победные реляции о том что якобы закончилась китайская зараза соединенных штатах ну или что она сейчас вот-вот уже будет побеждена на фоне таких утверждений заявлений произошел рост так над китай тоже открылся в плюс сейчас идет небольшое снижение но все равно как бы по сравнению с предыдущим днем торгуется в положительной зоне так далее нефть но по нефти вчера на вечерке был скачок скачок был связан с тем что вроде бы достигли договоренности части снижения добычи сейчас идет обратная реакция то что рост произошел сейчас идет возврат судя по всему в эту головную зону но по нефти будет движение то вверх то вниз корейшего пила в рамках диапазона на фоне ожидания сегодняшней видеоконференции опекой россии так но вот что касается новостей из америки в общем-то тревожные новости джипи морган останавливает свое коммерческое кредитование бизнеса это связано с тем что ну вот буквально недавно значительно выросло количество выданных кредитов это было связано с тем что поскольку карантин введем предприятие стали останавливаться для того чтобы как-то решить текущие вопросы начали брать кредиты и кредитная задолженность значительно выросла непонятно как она будет возвращаться на фоне этого джипи морган останавливает коммерческое кредитование и судя по всему другие американские банки они последуют тому же самому по сути это будет означать остановку кредитования остановка кредитования это все это считай коллапс и отказ дееспособности экономики моего здесь пояснение почему джипи морган остановил свои программы кредитования тут говорится о том что ожидает цунами дефолтов и обесценивание активов которыми обеспечены кредиты вот поэтому джипи морган заранее приостанавливает кредитование чтобы не попасть под пресс цунами и ожидаемой великой депрессии касательно важной информации статистики которая сегодня будет поступать это у нас 1530 по соединенным штатам шло первичных заявок на получение пособий по безработице потом пепель индексом производителей тоже в 1530 выйдет четыре часа международные резервы cbrf в прошлый раз они показали снижение на 30 миллиардов долларов ну cb отвлекает валют на валютные резервы для того чтобы поддерживать курс рубля посмотрим какая ситуация будет на этой неделе ну и помимо всего прочего идет снижение цен на нефть при таких точнее нефть ценам они снизились при таких низких значениях нет возможности от сорбировать валюту продавать валюту необходимо для того чтобы поддерживать курс рубля но вот еще материал по поводу стоимости золота и серебра считаются на текущий момент время что связи с крестными явлениями связи с тем что идет массированная печать денежных средств центробанками что все-таки мы увидим ближайшее время золото более 1700 скорее всего она ближайшее время ниже не опустится то есть 1700 это новый бенчмарк новая цена которая будет для золота присуща в обозримом будущем и что очень сильно не отдать недооценивать серебро и серебро будет расти в ближайшее время до 50 долларов за он сейчас она стоит там по в районе 15 или 17 надо уточнить посмотреть так ну да до 17 пока не дошли но я думаю скоро 18 его увидим уже совсем скоро судя по динамике роста но здесь на самом деле вот это заявление она вполне читаю обоснованно потому что когда начинается непростые времена кризис всегда растут драгметаллы а здесь еще этому росту придадут и плечо за счет того что идет коричное смягчение который в дальнейшем и рано или поздно но приведет к тому что будет глотирующая инфляция это 20 процентов и потом более это уже гиперинфляция и драгоценные металлы они все время были защитой от инфляции то есть получается кризис плюс избыток денежной массы вполне как бы можем увидеть очень существенный рост по драгметаллам золото она уже выросла почти до исторических а и чуть-чуть остался на 1923 вот а серебро до полтинника еще не сходило поэтому серебра запас ходу очень высокие но золото она тоже может расти то есть если сейчас продолжится такой заход физическое золото то наверное каком-то снижение корректировки цен на золото вообще речь не идет там 2000 и более вполне могут быть в обозримом будущем уже в этом году так но связи со всеми крестными явлениями растет баланс казначейства сша уже достиг исторического рекорда 750 миллиардов долларов это все связано с оказанием оперативной помощи коммерческим организациям связи с карантином выросли неплатежи по ипотеке на 1000 процентов то есть видите еще какой есть скажем так слабое место откуда может начаться волна обвалов это рынок ипотеки сша то есть то что люди сидят на карантине падает возможность оплачивать ипотеку в америке большая часть недвижимости даже богатых стоятельных людей накуплены в ипотеку и поэтому здесь вполне может обвалиться и рынок моргича ипотек сша и здесь уже просто все идет тому что воронка закручивается со всех сторон там и коммерческое кредитование и ипотека и безработица и вообще как быть все все летит в трубу в общем так но касательно сегодня данных по статистике по рынка труда сша вот zero hedge активно советуют ожидать 6 половины миллионов и более заявок на пособие по безработице ну такое высокое количество это конечно будет в общем-то ударом по рынку и если действительно сейчас мы увидим такую цифру то скорее всего произойдет сильные корректирующие движения на фондовых рынках ну даже если не будет отката и существенного снижения то будет достаточно серьезная волатильность по снп и вообще по другим фондовым рынком так на то что касается производства нефти уже как бы самое ближайшее время при текущих ценах на нефть сша ожидается что упадет производства на 2 миллиона баррелей в сутки с 13 до 11 это эквивалентно снижение где-то около 15 процентов то есть уже как бы текущие цены они негативно воздействуют на возможность производить добывать нефть то есть без каких-либо внешних не вмешательств только связи с падением спроса на нефть из-за карантина и связи с действующими не очень высокими ценами в сша может просесть добыча на 2 миллиона баррелей то есть тут уже как бы независимо от договоренности опек при текущих ценах и текущей экономической ситуации сша и так сами по себе будут сокращать добычу нефти но текущие цены на нефть вынуждают ближневосточных производителей нефти начать выпускать облигации потому что дефицит возникает при такой нефти не могут они покрыть все расходы вот но это говорит о том что ближайшее время возможно они будут более сговорчиво и более осторожно так ну вот еще один прогноз касательно того как произойдет не произойдет сегодня видеоконференция опек и дальнейшее согласование сша здесь вот автор расписывает возможные сценарии развития но первые два сценария которые связаны с тем что либо саудовская аравия и россия не договорятся или потом будет не договоренность соединенными штатами части того кто как должен сокращать ну вот на оба эти процесса дают вероятность 25 процентов в этой ситуации цена на нефть уйдет на 20 долларов на баррель на самом деле я думаю если вот такая ситуация будет 20 долларов за баррель по бренду это будет первый шаг то есть дальнейшем вполне как бы 10 10 9 с половиной долларов вполне осуществимая цена после чего от нее пойдет отскок так ну далее вот следующий прогноз который в средней степени вероятен 20 процентов это то что будет заключена так называемая расширенная сделка о том что снизит на 15 миллионов баррелей договорятся всяком случае снижать при таком раскладе будет цена в районе 35 40 долларов за баррель по бренду ну и более вероятно все таки это так называемая маленькая сделка точнее промежуточная сделка когда срежут на 12 13 миллионов и в такой ситуации бренд будет торговаться ближайшее время в диапазоне 30 35 долларов за баррель вот возможно еще другой вариант совсем маленькая сделка на нее выдают вероятность 20 процентов и при таком раскладе цена на нефть скорее всего будет ниже 30 долларов сша за баррель бренд но на самом деле при таком снижении я думаю что здесь вообще как бы это все равно что первый или второй сценарий и цена на нефть она будет не около 30 долларов за баррель в районе 2025 так более вероятно так ну вот еще постоянно возникают инциденты по поводу того что там нехватка ликвидности резкие колебания а нередко в этом деле замешаны хэдж фонды хэдж фонды которые должны по сути минимизировать риски на самом деле они занимаются весьма отчаянными спекуляциями а что такое отчаянной спекуляции и плечи одно дело когда сидит в россии спекулянт который там покупает и продает фьючерсы с 10 0 и 15 максимум плечом там у него капитал там ну может быть сколько миллион ну два рублей внутри миллиона вот и другое дело когда десятки сотни миллиардов долларов с плечом вот и здесь еще какое-то колебание к не в ту сторону разумеется то есть это создает все основания для того чтобы в один момент произошел какой-то краж масштабный а сейчас как бы хоть фонда не очень активно играют делают ставки пытаются заработать получить сверхприбыль и с учетом того что подобные предприятия финансовые они используют сейчас очень большие плечи это создает дополнительные риски для системы потому что когда идет игра с плечами на десятки сотни миллиардов долларов это как бы может привести крашу в любой момент и то что последнее время стала очень рискованная стратегия у многих хедж фондов это общем то может ускорить сбой финансовой системе мировой опять же здесь речь идет не о частных инвесторах не каких-то там спекулянтов которые сидят там какие-то деньги себе прокручиваются зарабатывают речь идет о том что такую рискованную игру начали глобальные хедж фонды и крупные управляющие ну вот в общем то реакция на то что начали расти в среду цены на нефть в ожидании заседания видеоконференции опек на самом деле сейчас по ходу возникновения новостей будет волатильность по нефти вот но здесь я не думаю что до момента сообщения решения выйдем из диапазона 31-34 доллара за баррель по бренду скорее всего где-то где-то в этом диапазоне будет штормить а дальше по факту решения сегодня или завтра когда американцы подтвердят или опровергнут мы увидим основное движение но может оказаться так что и вообще движение не будет вот она сейчас как колебалась так и будет колебаться могут сдерживать выход из диапазона так мы вот еще один материал по поводу предстоящие сделки и решения по нефти если сделки не будет то есть не договорятся вообще о снижении то прогнозируется то что цена на нефть упадет до 10 долларов за баррель и в америке производство нефти с текущих 13 миллионов сутки упадет до 7 то есть хлопнется в два раза ну и сами понимаете если такая ситуация произойдет то цены на уровне 10 долларов за баррель продержит продержится не очень долго за счет такого существенного падения производства уже пойдет обратной реакции рост цен на нефть ну и собственно говоря если прогнозируют если сделка произойдет я так понимаю речь идет о том что снижение общемировое будет на уровне 10-15 миллионов баррелей сутки то есть это 10-15 процентов от мирового производства то ожидается что по бренду будет цена 35 долларов за баррель в среднем ну и при этом сша уже при такой цене потеряют 3 миллиона баррелей сутки добычи то есть место 13 буду добывать 10 то есть все равно как бы такие цены они очень сильно оказывают влияние на нефтяную отрасль сша здесь как бы совокупность факторов и низкие цены из-за достаточно высоких издержек у многих добывающих компаний это что действующий карантин он снизил потребность в нефти так мы возвращаясь графиком что мы здесь видим по смп вот если будет сегодня закрытие выше 2745 это будет означать что он перешел на новый энергетический уровень вернулся в этот диапазон и ближайшее время про торговку уже будет диапазоне 2745 2870 если все-таки не закрепится то здесь наверное тогда будет какой-то корректирующий откат цель корректирующего отката 2660 2680 вот я думаю здесь еще очень существенное влияние все-таки будет оказывать договоренность который достигнут опекой россии это раз и во вторых сегодня же еще выходит данные по первичным заявкам по безработице вот они тоже могут очень подрезать сильно и вернуть его на 2640 возможно даже ниже ну это будет негативом для российского рынка так но и китай торгуется в плюсе выше вчерашнего закрытия